22 глава Посвящена свидетельству апостола Павла. В конце 21 главы Павел спасен от толпы римским сотни, от тысяченачальникам. Его уводят, и в этот момент он обращается к римскому тысяченачальнику на греческом языке. Тысяченачальник понимает, что попал им в руки не тот человек, которого они предполагали. Павел просит разрешения обратиться к толпе. Ему дают такое разрешение. Павел обращается к толпе и начинает говорить на арамейском языке. Сначала он говорит по-гречески, потом, обращаясь к толпе, говоря с ними на арамейском языке. Что же он делает? Он начинает рассказывать свое свидетельство. Он говорит в 6 стихе о том, как по пути в Дамаск осиял его яркий свет. Он говорит, что я упал на землю и вдруг услышал голос, голос, который мне сказал, «Савл, савл, что ты гонишь меня?» Он рассказывает о том, что видел, о том, что слышал, а затем о том, чего не видел, потому что был ослеплен. Перед нами вопрос. Мы видим, как Павел рассказывает о своем обращении по пути в Дамаск в 22 главе, потом в 26 главе. Вопрос, зачем трижды повторяется эта история? В 9 главе Деяния апостолов, в 22 главе обращается Павел к толпе и снова говорит Павел, обращаясь на своем суде к одному из судей в 26 главе. Почему трижды? Во-первых, потому что это свидетельство очень важно. Одно из величайших ваших оружий, которое вы имеете как христианин, это ваше свидетельство, история вашего обращения. Мир может оспаривать какие-то моменты из Библии. Мир может говорить, «Я не верю в творение Божие». Или мир может сказать, «Я не верю в то, как раступилось Красное море». Или мир может сказать, «Я не верю, что Иисус воскресил Лазаря». «Я не верю в это». Но что скажет мир, что может сказать мир, если вы расскажете о перемене в вашей жизни? Это еще одна причина, по которой столь важно свидетельство, повтор свидетельства. Обращение покаяния одного из страшнейших врагов христианства, после которого он стал одним из величайших друзей христианства, само по себе великое свидетельство истинности нашей веры. Кто-то может сказать, «Ну, он лгал, он обманывал». Да, правда? А с чего бы ему обманывать? Ведь раньше он был среди большинства. Раньше он был среди победителей. Зачем ему было лгать? Чтобы пойти на страдания, в заключение, на избитие, на мученическую смерть. Ведь до обращения у него была и слава, и известность, и положение. Но ему нужно было продолжать преследовать христиан. Какой смысл ему был лгать? Кроме того, эти люди, эти свидетели христианства, если они лжецы, то получается, что, с одной стороны, они принесли миру величайший этический стандарт истинности в истории. Не было ни одной другой этической системы в мире, которая хоть сколько-нибудь приближалась бы к христианству, которая при этом так ценила истину, так ценила правдивость. Как может получиться, что, с одной стороны, эти люди говорили об истинности, о правдивости, а, с другой стороны, были лжецами? Павел рассказывает историю своего покаяния. Он рассказывает о чуде. Он рассказывает об ослепляющем свете в 6 стихе. Он говорит о голосе, раздавшемся с небес в 8 стихе. Он получает указание идти в Дамаск, 10 стих. Он рассказывает о первой своей встрече с Ананией, о первом ученичестве, 12 стих. Он рассказывает о своем крещении. А по 16 стиху хочу кое-что прокомментировать. Деяние 22.16. Этот стих часто используют люди, которые считают, что крещение спасает нас. Это учение о обновлении через крещение. Иными словами, что сам контакт с водой, соприкосновение с водой и акт крещения возрождает нас. Первое, что я скажу, что если это так, то спасаемся мы не благодатью. Спасаемся мы по делам. Потому что крещение — это дело. Я не буду здесь опровергать аргументы в пользу возрождения через крещение. Однако эта позиция основана на неверном понимании трех библейских стихов. Первый стих в первом послании Петра, 3 глава. Еще два стиха в Деяниях Апостолов, 2.38 и 22.16. Поскольку мы сейчас рассуждаем о 22 главе, я все-таки процитирую, «Итак, что ты медлишь, встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Рассуждаю так. Когда мы крестимся, мы омываем наши грехи. Я плохо разбираюсь в греческом языке, однако люди, которые разбираются в греческом языке, утверждают, что в этом стихе совершенно очевидно, по-гречески, в оригинале, что омовение наших грехов связано с призванием имени Господня, а не с действием крещения. То есть я говорю об этом коротко, чтобы вы поняли, что часто этот стих используют для того, чтобы доказать, будто мы спасаемся крещением. Но доказательство получается слабое. На русском языке можно здесь запутаться, по-английски, может быть, тоже можно запутаться. По-гречески все ясно. Из греческого текста такого рассуждения не сделаешь. Далее Павел рассказывает о своем возвращении в Иерусалим, о том, как он молился в храме. Он рассказывает о том, как он в свое время участвовал в мученичестве Стефана. Теперь смотрите, что происходит дальше. Все это они слушают. Они слушают его рассказы о чудесах. Они слушают его рассказы о голосе Иисуса Христа, проговорившем с небес. Они слушают о его крещении, и это их не беспокоит. Но как только он начинает говорить о язычниках, как только он начинает говорить о том, что Бог послал его служить язычникам, помогать язычникам, вот тогда его пытаются убить. Некоторое время назад я вспомнил проповедь Иисуса Христа в синагоге в Назарете, записанную в Евангелии от Луки, 4 глава. В самом начале этого, этой проповеди, Иисуса хвалили. Но когда в конце проповеди Иисус показал им, что Бог спас женщину-язычницу от голодной смерти через пророка, еврейского пророка Илью, и что Бог исцелил языческого прокаженного, Немана, через Елисея, когда Иисус им все это показал, а они должны были в этом знать, потому что это часть Ветхого Завета, но Иисус им это показал, Иисус им показал, что Бог проявил милость к язычникам, вот тогда они пытались его убить. Когда Павел сейчас говорит, Бог проявит милость к язычникам, Бог дарует спасение язычникам, его тоже пытаются убить. Скажу вам вот что. Если вы не считаете расовые предрассудки влиятельной и важной силой, если вы недооцениваете национализм, то вы серьезно заблуждаетесь. Заблуждаетесь. Эти предрассудки, эта гордыня, буквально захватывает людей, захватывает так, что люди готовы ради этого пойти на смерть, и убивать других. Стоит задаться таким вопросом. Павел свидетельствует в силе, Павел свидетельствует убедительно, Павел рассказывает о том, что произошло в его жизни. Иисус в Евангелии от Луки 4 глава рассказывал, говорил о том, что говорит Священное Писание и жизни Елисея и Ильи. Люди пытались убить Иисуса и пытаются убить Павла. Почему же одними доказательствами, аргументами, аргументами в пользу истины человека ко Христу не обратишь? Нужно понять, что сам разум у человека падший, и он не может усвоить истину, он не может увидеть значимость, значимость истины. Сердце человека развращено, он не может возлюбить истину, он ненавидит истину. воля человека искажена. Он не может слушаться истины, он не может выстроить свою жизнь по истине. Для того, чтобы человек увидел истину, аргументов недостаточно. Должно быть и действие Божие. Бог должен протянуть руку свою к этому человеку и изменить его природу. Когда Саввл из Тарса познакомился, встретился с Господом Иисусом Христом на дороге в Дамаск, по Божьей благодати, по великой Божьей милости, он обратился. Его природа изменилась, его глаза открылись для истины, его сердце открылось для истины, для того, чтобы любить Господа, для того, чтобы быть послушным Ему. Мы, благовестники, делаем свое дело. Но одно из великих дел благовестия – это молитва. Не только проповедь истины, но и молитва, чтобы Господь изменял людей, чтобы Господь открывал их сердце. Приведу вам несколько грубый пример, простите меня, но этот пример весьма выразителен. Почему пчела стремится к цветку, к самому благоухающему творению во Вселенной, в то время как муха устремляется на самое вонючее и самое мерзкое, что только можно себе представить. Вот это вонючее и мерзкое для мухи столь же приятно, как цветок для пчелы. Почему? Потому что природа у них разная. Природа пчелы стремится к аромату цветка. Кстати говоря, таким образом наша природа похожа на природу пчелы, потому что мы тоже любим цветы. Нам нравятся цветы, нам нравится держать цветы в руках и нюхать цветы. А вот то, к чему стремится муха, мы хотим от этого избавиться и как можно скорее. Потому что природа наша другая. А мухе вот это нравится. Для нее это ароматно, как цветок. Потому что природа у мухи другая. Понимаете, пока Бог не изменит нашу падшую природу, красота Евангелия будет отталкивать нас. Аромат Евангелия будет восприниматься нами как вонь. Павел изменился. Изменилось его сердце. Помните, ведь Павел тоже ненавидел язычников раньше. Когда-то давно Павел ненавидел язычников, точно так же, как сейчас эти люди ненавидят язычников. Но что произошло? Изменилась его природа. Он полюбил язычников. Он готов был отдать и отдал свою жизнь за язычников. А вот толпа, у которой совершенно другая природа, она слышит разговор о язычниках и говорит в 22 стихе «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». «Они хотят его убить». «Погубить». «Они становятся похожими на животных». «Они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух». Что же происходит дальше? Тысячи начальник приходят к мысли о том, что этот человек, наверное, сказал что-то очень страшное. Так что я разберусь, что происходит. И они решают его пытать. Его приводят обратно в тюрьму. И его решают бичевать, пока он не расскажет, что же там происходит. Об этом мы узнаем в 24 стихе. В 25 стихе. «Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему с ним сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина?» «Да и без суда». То есть первое, что он делает в 21 главе, как вы помните, он показывает человеку, что умеет говорить на греческом языке и говорит, «Хорошо». Значит, понятно, что он не простак, необычный простолюдин. Теперь он сообщает, что он римский гражданин. Очевидно, этого не знали. Пытать нельзя было римского гражданина. Кстати, и распинать римлянина тоже было нельзя. Помните, что апостола Андрея распяли? Помните, что Петра распяли? А Павлу отрубили голову? Потому что было запрещено распинать римского гражданина. Он спрашивает, «Ты римский гражданин?» «Да». А потом сотник говорит, «Да я тоже римский гражданин, я заплатил за это много денег». Павел говорит, «А я родился в этом гражданстве». Интересно, как Павел использует вот эти факты в своей биографии. Он говорит, «Я из Тарса, далеко не маленького города. я родился в римском гражданстве». Он заявляет свои права по римскому праву, по римскому закону. И его отпустили, потому что испугались, что совершили незаконный поступок. Помните, его ведь без суда посадили в тюрьму, а он римский гражданин. Мы подошли с вами к последнему стиху 22 главы. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от аков и повелел собраться первосвященникам и всему Снедриону. В Снедрионе было 70 человек, выдающиеся служители, священники, в основном саду Кейн, некоторые фарисеи, также, Гумалиил, в частности, был в Снедрионе. И Павла поставили перед Снедрионом. Джон Стодд насчитал пять судебных разбирательств по поводу Павла в конце Деяния апостолов. Пять судебных разбирательств. И вот перед нами одно из них. Некоторые ученые говорят, что и над Иисусом провели пять судебных разбирательств. Два в Снедрионе, два у Пилата, одна у Ирода. Некоторые говорят, что шесть или семь раз разбирались. Джон Стодд говорит пять раз. С Павлом точно пять раз. Но тут уже кто как. Павел смотрит на Снедрион, он называет их братьями, и говорит о том, что всю жизнь жил согласно преданию отцов с чистой совестью. Анна, первосвященник, приказывает бить Павла по губам. И тогда Павел смотрит на отдавшего это приказание, Анну, первосвященника, и говорит, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Предстоящие же сказали первосвященника Божия поносишь. Интересно, Павел извиняется, я не знал, братья, что он первосвященник. Либо он не видел Анну никогда раньше, что очень-очень маловероятно, либо Анна настолько изменился за годы, что Павел его не узнал. Или Павел плохо видел. Да, есть такое предание, что Павел был почти слеп. И в одном из своих посланий он говорит, видите, написал я сие своей рукой. И более того, послания апостола Павла, письма апостола Павла обычно писал секретарь, писец, который записывал за Павлом. Есть теория, согласно которой Павел очень плохо видел, почти ничего не видел. Вполне возможно. Он не узнал первосвященника, потому что не увидел его, не разглядел его. Но вот что здесь важно. Насколько смиренен Павел. Его только что ударили по губам, а он сохраняет смирение, он сохраняет милосердие, он извиняется, он просит прощения. Я не знал, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь. он цитирует исход 22 главу. А теперь Павел проявляет такую некоторую изворотливость. Помните, в 21 главе он воспользовался своим знанием греческого языка и привлек к себе внимание тысяченачальника. В 22 главе он воспользовался своим римским гражданством и таким образом избежал пытки, мечевания и нелегального задержания. В 23 главе он напоминает о том, что он фарисей. То есть, сначала он сослался на свое гражданство плюс знание греческого языка. Теперь он использует свою религиозную принадлежность, потому что он знает, что здесь есть фарисеи. и он взывает мужи, братья, я фарисей, это 6 стих, я фарисей, сын фарисея, за чайние воскресения мертвых меня судят. Почему он так сказал? Да по очень простой причине. Он сказал так, потому что саддукеи не верили воскресения мертвых. А именно саддукеи преобладали в Синедрионе. Он знал, что фарисеи и саддукеи постоянно по этому поводу спорят. Павел идет на некоторую хитрость, забавную хитрость, скажем так. Когда Павел говорит эти слова, начинается расприя между фарисеями и саддукеями из-за учения о воскресении. И наконец фарисеи, которые были в Синедрионе, встали и сказали «Ничего плохого в этом человеке нет. А что если дух или ангел проговорил к нему?» И тысяченачальник снова выступает на сцену, потому что он боялся, что его разорвут на кусочки, что Павла разорвут на кусочки, и Павла уводят силой в казармы римской армии. И оттуда решают отставить его в Кесарию Филиппскую. В Кесарии погода была гораздо лучше. Это место было гораздо приятнее, чем Иерусалим. Находилось Кесария на побережье, и римские деятели, римские государственные деятели использовали ее как дачу, как домик, летний домик на побережье. Всего 65 миль отделяли Кесарию от Иерусалима. Итак, его должны были привести в присутствие римских государственных деятелей, которые должны были решить, что с ним делать. Итак, на следующий день решают его доставить в Кесарию. Евреи знали об этом плане. Это одно из самых поразительных описаний в книге Деяния. И вот мы видим, насколько они его ненавидят. Насколько далеко готовы они были зайти, чтобы от него избавиться. Я думаю, что они хотели избавиться от него лишь потому, что он доказывал их неправоту. они не могли его переспорить. Они не могли, если бы он начал обращаться к толпе, он бы убедил толпу. Они не могли по этому поводу ничего сделать. Они не готовы были перейти на сторону истины. Они решили избавиться от него. Смотрите, насколько серьезны были их замыслы. 23 глава, 14 стих. Они приходят перед священником и говорят, мы клятвую заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла. Иными словами, они постятся. Они решили поститься, пока не убьют Павла. Они пообещали Богу и друг другу и священникам, что не будут вкушать ничего, пока не убьют его. Мы знаем, что по крайней мере, пару лет они точно прожили. Интересно, они от голода таки умерли или нет? Как они себя чувствовали вообще, когда им пришлось чего-то есть? Они смотрят, Павел жив, а есть-то хочется. Интересно, насколько каждого из них хватило? Интересно, как они оправдали тот факт, что все-таки нарушили эту клятву? Интересно, представили ли они потом еще хоть раз перед священниками? Интересно, как они друг с другом на эту тему разговаривали? Интересно, не подумали ли они, а может быть, Бог действительно за Павла? Может быть, это мы ошибаемся? Может быть, не нужно было пытаться убить, погубить его? Может быть, неправильно мы понимаем еврейскую историю, новейшую еврейскую историю и древнее еврейское пророчество? Может быть, Иисус из Назарея действительно Мессия? Вот интересно, были ли у них такие мысли? Или они просто проклинали свою судьбу? Чего мы на такую клятву пошли, а теперь он жив, а нам кушать хочется? Итак, они приняли на себя клятву, но каким-то образом племянник апостола Павла узнает об этом заговоре. Заговоре 16 стих Сын сестры апостола Павла. Слушайте, как жалко, что у нас нет биографии сестры апостола Павла или племянника апостола Павла. Именно он, этот человек, узнает о заговоре, и когда Павла выводят для того, чтобы повезти в Кесарию, Павла попытаются убить. Павел об этом узнает от племянника и говорит о том, что это нужно передать римскому тысячначальнику, ему эту информацию передают, более 40 человек поклялись такой клятвой, что они устроят засаду против Павла и убьют его именно во время транспортировки в другую тюрьму, в другой город для другого суда. Кстати говоря, я же рассказывал вам о том, что один из самых известных дней в американской истории это 22 ноября 1963 года. Была тогда пятница, именно в тот день дважды выстрелили в президента Соединенных Штатов в Далласе. Через некоторое время он и умер в больнице. Этот день навеки изменил нашу историю. Этот день изменил буквально все. ужасный, тяжелый день. Но через два дня после убийства президента Кеннеди убийцу президента Ли Харви Освальда переводили из одной тюрьмы в другую. И вот в этот момент к нему подошел человек по имени Джак Руби. Подошел и выстрелил почти в упор. Через несколько часов после этого Ли Харри Освальд умер. Во время транспортировки убийцы кто-то застрелил этого убийцу. Освальд был виновен. Но убийство остается трагедией. Джак Руби сказал, что он хотел спасти вдову Джона Кеннеди от судебных разбирательств по поводу этого человека. До конца мы не знаем, каковы были мотивы Джака Руби. Он умер в тюрьме. Он убил убийцу Джона Кеннеди. Джак Руби поступил так по отношению к виновному. А эти сорок иудеев хотели поступить так по отношению к невиновному. Более того, они замыслили напасть на Павла, когда его будут переводить из одной тюрьмы в другую. Кстати говоря, задним числом американские официальные лица поняли, насколько неразумно было объявлять, публично объявлять, куда, когда Освелда будут переводить. Джак Руби четко знал, куда нужно идти. Все об этом знали. Джак Руби взял пистолет и пошел и застрелил этого убийцу. И римский тысяченачальник решает переводить Павла в другую тюрьму тогда, когда никто этого не будет знать. Об этом не будет знать. В древнем мире, чтобы убить человека, нужно было подойти к нему буквально на расстояние вытянутой руки. Убить на большом расстоянии было нельзя. Наверное, в принципе, можно было бросить копье, но это было очень маловероятно. Итак, тысяченачальник сначала ставит стражу, а потом Павла выводит ночью в третьем часу ночи в сопровождении двух сотен солдат. Они уходят. Двести солдат, семьдесят всадников, двести человек с копьями. Никак сорока заговорщикам ничего по этому поводу не сделать. Тем более, ушли они ночью. Итак, Павла переводят в Кесарию. И здесь перед нами еще один суд, еще одно разбирательство. Разбирательство перед правителем, которого зовут Феликс. Клавдий Лисий, тысяченачальник, пишет письмо Феликсу. Обратите, пожалуйста, внимание, как и в письмах, в посланиях апостола Павла. В Америке, когда мы пишем письмо, мы пишем свое имя в конце письма. В начале мы не представляемся. А вот древние люди, я думаю, поступали умнее, они представляли в самом начале, чтобы сразу было понятно, кто и кому пишет. Павел пишет свое послание и с самого начала говорит, от кого это письмо. Этот римский тысяченачальник пишет свое письмо Клавдии Лисии, пишет Феликсу, римскому правителю в Кесарии. 26 стих. и объясняет сложившуюся ситуацию и говорит, я передаю тебе этого заключенного. Ты можешь его допросить, делай с ним, что хочешь. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok